Сегодня в книжном магазине «Порядок слов», что на Вонтанке 15. Алан Таггер, писатель из Америки, представляет свою книгу. Я уехал в эмиграцию из России в 89-м году. И когда вернулся в Петербург и в Москву сравнительно недавно, несколько лет тому назад, то вдруг понял, что то, что сделано российской критикой и описание культурных изменений, эволюции в российской культуре за последние 30 лет, они требуют другого взгляда, они требуют дополнительной информации. Очень многие вещи не попали в те статьи и книги, которые уже созданы к сегодняшнему дню. Поэтому взгляд со стороны, свежий взгляд человека, приехавшего с Запада, позволил мне более глубоко, может быть, и с нового угла зрения посмотреть на эту существующую ситуацию. И поэтому я поставил себе задачу написать такую книгу, где рассказывается о самых интересных событиях культурной жизни Петербурга, начиная с 80-х годов до нашего дня. Алан, а вот все люди, о которых Вы пишете, это были Вашими близкими друзьями? Почти все из них — это ребята, художники, музыканты, с которыми я дружу с 80-го года. И мы были участниками, вместе создавали свои выставки, мы постоянно общались. Это был довольно узкий круг людей, но самых ярких и харизматических личностей в Петербурге. А чем Вы сейчас занимаетесь в Америке? Я преподаю в университете Лас-Вегаса и преподаю свой курс, который я создал в этом университете, который называется «Фундаментальные основы творческого мышления». Этот курс, как Вы понимаете, из самого названия, он развивает творческое мышление в студентах и помогает им благодаря открытой интуиции выходить в мир идей и создавать нечто свое. А будет ли эта книжка продаваться в Калифорнии, в Америке, вообще во всей? Дело в том, что здесь две книги в одной. Одна книга – это книга о российской культуре, и вторая книга на английском языке, называемая «Искусство с суперсимметрией». Она будет продаваться, конечно, в Америке, безусловно, потому что это книга, предлагающая новую теорию культуры и новые инструменты, позволяющие понять те изменения, которые происходят в культуре на наших глазах. Давно Вы не были в Петербурге? Прошлый мой приезд в Петербург состоялся два года тому назад. Это был мой первый приезд после долгого перерыва, почти в 20 лет. Ну и что, как Ваши впечатления о нашей жизни сейчас? Самое главное, что я нашел в России, в Петербурге в том числе, в любой аудитории, в которой я работаю, я вижу очень много умных лиц, думающих людей, которые задают глубокие вопросы, которые предлагают нестандартные ответы. Я думаю, что такая ситуация уникальна, она присуща только России. И я не видел ничего подобного ни в какой другой стране мира. Ну, я думаю, что Вам надо сказать большое спасибо за Ваше произведение. И я надеюсь, что это будет не последняя Ваша книга о России, о богемной тусовке. Может быть, Вы сейчас подольше поживете здесь и напишете еще о новом веке. Я уже занят новым проектом. Эта книга будет посвящена воспитанию и образованию детей. И она будет рассчитана на любого человека, умеющего читать. То есть на очень массовую аудиторию. И пишу ее самым простым языком, не употребляя никакой специальной терминологии, наиболее доступным для читателя способом, чтобы она дошла до многих.